Приветствую, дорогие друзья! Ну что, Mortal Kombat Mobile вчера обновился ночью. В общем, часа в 3-4 ночи я захожу в App Store, и что я вижу? У нас вышло глобальнейшее, ну, скажем так, очень большое обновление. Во-первых, у нас стали доступны несколько новых персонажей, которые у нас будут появляться в ходе обновления и появления различных испытаний. Также у нас немножко поменялся интерфейс, насколько я читала. И у нас какие-то внесли обновления с воинами фракции. Как вы видите, сейчас они еще недоступны, просто потому что сегодня с утра закончилось испытание Эрона Блэка. Ну, как я успела увидеть. И, видимо, когда появятся новые испытания, у нас появятся и воины фракции. Ну, обычно у меня такие были, скажем так, небольшие глючки. Что я вам еще хочу рассказать? С момента последнего ролика мы с вами смотрели, это был Кракен Рептилия. К сожалению, шинок у нас уже недоступен. Прошло больше двух месяцев. Я посмотрела сейчас на Ютубе, у нас этот Кракен вышел 11 марта. 11 марта, друзья, вышел Кракен. То есть мы с вами, конечно, много чего пустили, но я предлагаю... Сейчас, пока у нас недоступны новые испытания, я вам покажу причину того, почему у меня два месяца вообще не было роликов. Кстати, давайте тогда кратенько. Сейчас я хочу вас зайти в сообщение. Мне тут награду за дружбу, за чемпиону, короче, моему дали. В общем, еще раз расскажу невнимательным и тем просто, кто не знает, почему у нас не было роликов. В общем, как вы знаете, если у вас есть консоль, вы могли получить различные плюшки, если будете синхронизировать свою учетную запись, учетную запись у консоли. И там было одно из заданий, возможность получить новых персонажей Кэсси Кейдж и Джеки Брикс. Если вы там выполните, по-моему, если Джеки, чтобы получить Джеки, она должна три фаталити... По-моему, на ней надо сделать три фаталити, а чтобы получить Кэсси Кейдж, она должна сделать на ком-то три фаталити. Причем каких-то, по-моему, особенных. Ну, я не помню, честно говоря, я уже не вдавалась в подробности. Это было давно. В общем, я решила сделать их. Так, почему-то у меня Кейси не открылась, а открылась Джеки. И в чем была фишка? То есть, допустим, я выполнила это задание, я захожу в игру, у меня появляются, допустим, вот эти ежедневные бонусы, потом появляется задание выполнено, и игрушка закрывается. Все. Неважно, вы заходите с интернетом, без интернета она в любом случае закрывалась. Я уже что с ними делала? Переустанавливала игру. Восстанавливала. Я уже думала писать техподдержку, но была надежда, что все-таки, может, разработчики услышат тех, у кого ошибки. Ошибка была не только у меня, то есть, были и другие игроки, у которых были эти проблемы. Но, видимо, разработчики решили, что лучше я... мы лучше подождем, типа. Вот выйдет глобальная обнова, фиксить мы сейчас ничего не будем. И поэтому мне пришлось вот два месяца, грубо говоря, мы сидели и ждали, когда же выйдет обнова. И она у нас вышла, получается, 11 мая ночью. Так, ну что, друзья, значит, я хочу вам предложить... Я сейчас купила души. Короче, за 20 долларов я купила пак душ, 300 душ. И сейчас я хочу открыть... Вон, видите, у нас есть новый набор. Ограниченное издание набора карт, которые имеют шанс содержать карту персонажа. Давайте посмотрим внимательнее. Вот у нас разные наборы. Боевой набор Джейсона. Содержит один золотой персонаж и две дополнительные карты с возможностью получить слэшера. Я не знаю, кто у нас выпадет. Я так понимаю, что кто-то из редких персонажей, как вы видите. На фоне вон там Кейси, Ассасин Китана. И, возможно, мы получим Джейсона. Но я вряд ли думаю, что мы это сможем взять на ролике. Но давайте купим. Че уж там. Кто у нас там попадет? Так, коснитесь, чтобы открыть. Мама, я боюсь. Так. Спец... Класс! Серебряный. То есть я потратила 200 душ и получаю первую серебряную карточку. То, что мне тоже не надо... Ну, кто? Кто же у нас? Скорбная Китана. Слушайте, а я-то думала, что у нас будет из редких персонажей. Ну, все равно, спасибо. У нас мы получили с вами Скорбную Китану. Тоже хорошо. И я предлагаю еще открыть набор Союза. Как вы видите, у нас хватает монеток. Может, у нас что-то интересное будет. Повышение уровня, например. Ну, вот у нас опять спецприем серебряный. И вот же, ребятки, пока у нас недоступное испытание. Что я вам хочу показать? Я вам хочу показать вот эту карточку дурацкую, за которой у нас были все проблемы. И где она у нас тут находится, в общем. Кликнем на Мелину. Вот она. Киборг Джеки Брикс. То есть ее мы с вами смогли получить. Это золотая карточка, да? Ты же у нас золотая? Давайте на нее взглянем. Спецназ на 30% снижает урон от бойцов из преисподней и внешнего мира. Ну, я думаю, что не так уж плохо. Так, у нас она пока девятого уровня. Че, листать можем? Так. Первый удар. Бионный взрыв. Второй. Ручная пушка. И разлом в груди. Это ее X-Ray. Скажу вам сразу, друзья. Я не хочу ее пока прокачивать, потому что, честно говоря, ну... Я вообще не думаю, что мы ей будем играть. Хотя посмотрим. Может, хороший персонаж. И... Кейси у меня пока нет. То есть Кейси я не открыла. Я не знаю, почему она не открылась, но... Ребят, сразу вам хочу сказать. Если у вас есть консоль... Ну, лично я после этих всех глюков не рекомендую их открывать. Если вы, конечно, уверены на 100% в своих силах, что вы сможете восстановить свой аккаунт. То есть, окей. То есть, если у вас не будет глюков. Но я, честно говоря, Кейси открывать не хочу. И не советую. Так. И давайте я вам, кстати, сразу покажу. Получается, раз она у меня открыта, то она у меня добавлена в магазин. Так. Где ты, родная? Вот. Она у меня добавлена в магазин и стоит 170 тысяч золотых монет. То есть, в принципе, она недорогая. Она у нас даже не за душ, а за монеты покупается. Но... Посмотрим. Надо посмотреть, какая она в бою. Я ее еще не смотрела. Вот кто у нас, ребятушки, есть. И... Кого у нас? У нас с вами, как вы видите, нету шинока. Так как я его не проходила, купить мы его с вами, к сожалению, не сможем. Вот. Последняя у нас была императрица. Кракен. Пусть и реально нет шиноков, да? Я же не пропустила ничего. М-м. В этом была вся фишка. Насколько я знаю, что если вы не проходили какое-то испытание, то, к сожалению, вы потом просто не можете приобрести этого персонажа. Либо вы его можете приобрести вот как, типа, вот этот новый набор. Повезет, не повезет. То есть, вбухаете кучу душ и, возможно, выпадет, возможно, нет. В общем, я предлагаю пройти режим башни. Давайте пройдем одну башенку, раз у нас война фракции не работает. И посмотрим, какая же у нас будет наша Джеки Брикс. Так, в общем, как обычно, у меня пронизывающая китана, одержимый Кенши и киборг Джеки Брикс. Особо я никаких улучшений здесь не ставила, просто потому что у меня большинство персонажей уже себе разобрали, как вы видите, все усиления. Не знаю, если вы не смотрели, вот можете посмотреть, что у меня есть интересного. Скажу вам сразу, я никогда не занималась прокачкой своего аккаунта. Ну, может, кто не смотрел мои предыдущие ролики. И все, что у меня здесь есть, это либо ход моей долгой игры, я Mortal Kombat поставила сразу же, как он вышел. По-моему, он вышел как раз в прошлом году, вот как раз игра отмечала, там что-то писали, что у них был этот Aniversary первый год. В общем, вот я тогда купила, я все время постоянно играла, кроме последних нескольких вот этих месяцев. И донат, то есть я здесь донатила, покупала души за деньги, за свои деньги, поэтому, друзья, если что, какие вопросы, то есть тут все чисто понятно. Так, ну что, давайте пройдем быстренько башенку, посмотрим, что есть у нас тут интересного. Кстати, давайте будем по очереди выбирать нам союзников. Башни, кстати, давно не проходила, я их до конца не прошла. И, честно говоря, я помню, что они особо не дают большое количество монет, поэтому я на них и забила. Но зато нам дает возможность посмотреть, как же у нас выглядят наши персонажи. Насколько я знаю, что здесь боевка у нас будет попроще. Так, мой самый любимый персонаж в игре, это Мелина, ну, в мобильной версии. Вы видите, как она может выносить. Так, давайте посмотрим, что у нас в мобильджеке. Насколько быстро она у нас перс... Слушайте, а быстрый перс... Давайте посмотрим ее первый прием. А-а-а, о-о-о, начинается... Слушайте, а не плохая, она, знаете, мне напоминает чем-то Кэсси Кейдж. Знаете, вот это... Все, давай, пока. Эксклюзивная Кэсси Кейдж. Все, до свидания, призрак Ермак. Когда вы, если у кого-то есть эта карта эксклюзивная, то там Кэсси Кейдж почти без остановки бьет. О, мы еще с вами монетки получили. Так, я предлагаю еще посмотреть Джеки, то есть на что она у нас способна. Кстати, потом можно поменять... Я все время буду оставлять одну Мелину, но буду ставить других персонажей. Можем с вами посмотреть, кто у нас еще там есть. Но, на мой взгляд, Джеки неплоха. Я думала, что будет слабее. А, мы здесь даже менять не можем. Хорошо. Да, кстати, в этом самом веб-сторе писали, что добавят Таню. Потом, по-моему, кого-то темного добавили. О, а вот и наш уважаемый Кенши. Кстати, под последним роликом по Мортал Комбату я спрашивала у девочек, кто вам нравится из мужских персонажей, и очень многие голосовали за Кенши. Я не могу с вами не согласиться. Надеюсь, мы сейчас добьем Котталет. Я хочу посмотреть второй прием. Тихо, Джейк! Называется, посмотрели мы второй прием. А давайте-ка вызовем. Ребята, что я пропустила? Почему нас, видимо, заблочило? Нашего уважаемого. Все, победили. Молодцы. Так, вот. Ну, еще примите в бою атаку союзника. Так, отлично. То есть мы сейчас еще с вами вырастили наш левел нашей Джеки. Заодно посмотрим, как она у нас будет с усилениями работать. Ну, с каждым новым левелом. И я предлагаю поехать дальше. Так. У нас опять золотые случайны. Слушайте, мне кажется, музыка у нас как-то громковата. Вам не кажется, играет? Третья битва. А, ну да. И забыли выбрать с вами... Стоп, отмена. Давайте тогда... Битва. Давайте поменяем Кенши. Я бы хотела кого-то еще посмотреть. Давайте возьмем... Рептилию. Мы за нее особо так много не играли. Меллина все равно будет всех выносить. Это мы с вами и так знаем. Так, мы будем выбирать союзников. Всех, кто у меня есть в друзьях. Заодно монетки получим. И у нас уже третья битва. Так. Ну, давай. Нажатие на персонажа. Открывает его способности какие-то. Там не успели прочитать. Так, оно не это самое. Ты чего это? Виснуть начинаешь. Мне кажется, им появились какие-то христики, друзья. Искренне надеюсь, что это мне кажется. Потому что вроде ничего не меняли. Стоп, 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 стоп. Не надо. О. А, мы не можем сейчас поменять. Я просто хотела бы поменять. Давайте поставим блок немножко и перейдем на Кракена. Так, ну. Когда у нас пройдет глюк? Ну, не глюк, а точнее... Ермаковская атака. О. Давайте Кракена возьмем. Посмотрели, называется. Его почти полностью вынесли. Знаете, Кракен, насколько... Ну, вот я помню, мы его получали с вами. Тоже довольно-таки быстрый пирс. О. Давайте. Посмотрим. Второй прием. О. Хорошо, Джеки. Я не перестану это повторять. Мы, Кракена, смогли повысить до девятого левела. Ага, смотрите. У нас, получается, надо подзарядить, подзарядить. И давайте посмотрим вместо Краке. Давайте возьмем нашу скорбную Китану. Она, по-моему, дает по одному очку. Она должна теоретически дать очку Мелине. И опять у нас замена бойцов с этим самым рандомным образом. Кстати, напишите, ребятки, если вы открывали Джеки или Кейси, у вас были проблемы такие же, как у меня, или нет? Потому что, честно говоря, я... Я вчера, когда устанавливала это обновление, я дико переживала, что оно не сработает. А, вот, видите, да, нам скорбная Китана дала одно очко. Я бы с удовольствием посмотрела на новых персонажей. Слушайте, а может, есть смысл вторым персом взять себе скорбную Китану? Потому что я до сих пор ищу кого-нибудь себе третьего. Прости, Джеки. А, Джеки? Так, не думай меня блочить. О, получится? Получилось. Прекрасно. Я думала там имя, по-моему, там обычные имена писались. В ПК или в ПС-4 версии. Так, иди сюда. И летели у нас еще. Воу. Не надо мне тут get over here. В общем, друзья, кто еще тоже в поисках персонажей, рекомендую однозначно Мелину, потому что Мелина действительно хорошо тут всех выносит. Как вы видите, она у меня полностью прокачана. Я купила все восемь карточек. Так, борись за лидерство. Хорошо, смотрите, мы посмотрели с вами Китанку. Давайте возьмем нашего Джонни Кейджа. Я хочу, в принципе, новых персонажей посмотреть. Вам показать, кто может не видел. Так, кого мы можем с вами взять. О, можем себе Мелину взять в помощь Мелине. Отлично. Как забавно. Знаете, я смотрю сейчас на мобильный телефон и смотрю на экран. И у меня цвет кожи Джеки абсолютно разный. На телефоне нормально коричневый, а тут на какая-то розовая. Так, пошла жара. Так, Кана. Знаешь, куда тебе надо пойти? Очень далеко. Не люблю первого сосенки, Кана. Так. А что у нас, по-моему, охотник на нежисть Джонни Кейджа? Он, по-моему, у нас в основном против нежити. Логично, что против нежити. Так. Так, тапаем, тапаем тупо, но потом есть. Получится? О, прекрасно. Сейчас еще можем посмотреть различные икс-рейчики наших персонажей. Честно вам сказать, я бы, наверное, прикупила бы еще кибер-джеки Брикс. Тем более, учитывая, что он не в душе измеряется, скажем так, а в золотых монетах. А вы же знаете, что мы можем много добавленных монет получить, когда проходим различные испытания. Да, блин, ну хватит уже. Давай. И ты давай. Все. То есть, в принципе, если вам нравится персонаж Джеки, я бы могла бы ее качнуть и мы бы с вами ее тоже посмотрели. Так, давайте дальше идти. Сколько у нас там осталось? У нас шесть боевых. Так, ну хорошо, давайте я сейчас еще парочку, наверное, на паузе посмотрю. Хотя, раз уж мы тут смотрим персонажи, какие у меня есть, я предлагаю сейчас, давайте возьмем Темную Императрицу. Будем потихоньку их прокачивать, пока у нас все равно военнофракции отсутствует. А я сегодня еще зашла, смотрю, военнофракции нет, ничего нет, думаю, блин, опять какие-то глюки. Но, насколько я помню, что как раз, когда у нас идет смена между испытаниями, война фракции может отсутствовать, по-моему, день, максимум два, пока не получите новое испытание. Ага. А, у нас тут рандомно меняются персонажи. Помню, еще в этих башнях были испытания силы, если я не ошибаюсь. Кстати, хорошая Темная Императрица Китана. Довольно-таки мощный персонаж. Я ее особо-то еще не прокачивала из новых, просто всегда хочется посмотреть в кого-то... Ого! Ой-ой-ой-ой-ой! Китана! Не надо! Так! Давай! Прекрасно! Не надо, не надо! Это... Ну вот, как обычно. Она делает то, что делать абсолютно не рекомендуется. Готово. Вот, сейчас попробуем наши ассасинки Даны. Да. Попробовали. Я думала, вынести получится Девору, но, к сожалению, не получилось. В общем, ребятушки, я хочу услышать ваш совет какой-то. Может быть, из вашего личного опыта. Кого бы вы посоветовали? Так, нам осталось еще потратить немножко душ и боремся за лидерство. Поехали. У нас уже седьмое испытание. Слушайте, а там, по-моему, только что у меня кто-то был этот, Саб-Зиро классический. Если он там есть, я бы взяла следующим дополнительным персонажем и посмотрела бы заодно, как он воюет у нас. Так, здравствуйте, Коталькано. По-моему, в прошлой серии по Мортал Коботу сюжетке мы вас мы вам показали. Так, Кана, вот давайте у нас Китана как персонаж вот она темная, довольно, ну, я бы сказала, даже быстрый. Эй. А, смотрите, получается, ее прием он уменьшает его атаку. Полезный персонаж, я вам скажу. Я всегда стараюсь комбинировать различных персонажей, хотя я понимаю, что, допустим, Мелина внешний, внешний уровень, Кенши у нас из, кто у нас там, по-моему, единоборств, мастер единоборств или вот этого всего. То есть они разные, они не могут друг друга усиливать. Вообще, в идеале, по-моему, ребята набирают комбинации из, там, допустим, один усилив, там, этот, Кенши баланс. Он и так идет с очком силы, потом ему еще ставят там молот или еще что-то. Так, смотрите-ка, давайте возьмем вместо темной Китаны я предлагаю взять, кого бы нам взять? Кого нам взять? Давайте возьмем Китану Ассасин. Она мне очень нравится. Она выпадает из редких персонажей, то есть из этих, из редкого набора карт, крайне редкая, но... Так, а где-то я тут видела... Подождите, я же видела... Блин, тут его нет. Ну ладно. Давайте возьмем этого из Ада, Скорпиона. Кстати, Скорпион, вот этот Инферно, у меня тоже есть. Можем, конечно, и по нему ролик записать. Хотя, по-моему, его уже все видели. Ну, грузись давай. Грузись. И у нас опять, вы смотрите, нас застали врасплох. И получается... Стой, 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 стой. Вот. Вот, Ассасин Китана хороша, конечно. Она вызывает кровотечение, и первый ее прием как раз занимает силу. Так. Стоп, стоп. Я хочу, чтобы у нас накопился наш Инферно, Скорпион. И чтобы мы посмотрели его атаку. А ну. Есть? Есть, нет? Есть, блокбрейк. Давай. Не люблю этот прием. Особенно, когда Мелина ранена, он очень хорош. Он ей восполняет жизнь, если у ее противника кровотечение. Так, а ну давай. Посмотрим, сколько ты сможешь отобрать. О! Жизни достаточно много. Бей, 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 родная моя. Бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Хороша, Джеки. Очень даже хороша. Все, готово. И какой-то у нас был седьмой или восьмой бой уже. Допрос дружбы. Да, у нас уже, по-моему, там все места были заняты. Так, это у нас уже девятый. Давайте я сейчас девятый быстренько пройду и посмотрим уже десятый, последний и уже сделаем, скажем так, заключительный итог, как нам Джеки Брикс. Ну что, у нас уже десятая битва из десяти. И у нас, смотрите, у нас внезапно твой отряд застали врасплох. Замена бойцов случайным образом. Победите, пока время не истекло. Окей, попробуем. Так, кого мы можем взять с вами сейчас? О, смотрите. Вот этого мы можем из ада взять. Интересно его посмотреть. Классического скорпиона. Красивый, конечно. Персик, классика, скорпионы Саб-Зир. А вот я же хотела Саб-Зир посмотреть, но, как вы видите, у нас рандомчик сейчас был запущен и мы его уже посмотреть, как в помощниках не смогли. Так, давай. Ладная моя. Не-не-не. Ах ты, сволочь. Хоть я и люблю Кенши, но иногда ты бываешь такой заразой. Так, давай, Джеки. Джеки-бой. Джеки-бой. Интересно. Ну, конечно, вы понимаете сами, что без одного уровня слияния Джеки очень слабый как персонаж. То есть, толком мы ее сможем целеть, если она будет прокачана у нас. Не смей обижать Китана. Ай-яй-яй-яй-яй. Это есть плохо. Джеки нашу вынесли. Слушайте, давайте попробуем посмотреть. Нет? Есть. Я понимаю, что, конечно, у всех скорпионов одинаковые фаталит, они вывезут одинаково, но все равно выглядят симпатично. Так, ну и последний у нас рептилия. Так, стоим, ждем. Ах ты, маленькая зараза. Иди сюда. Зеленая ловкая рептилия. Все, готов. Прошли мы с вами, друзья, сейчас одну башню. Так, давайте запросим, может, у нас получится запросить. 12 битв за сегодня. Давайте попробуем. А. Значит, у нас было место. Хорошо. Мы с вами получили 3500 монет, но вот вы видите и три души. То есть, особо нам башня, конечно, много чего не дает. Гораздо интереснее проходить войну фракций. Ну, я надеюсь, что она в ближайшее время у нас восстановится, и мы запишем как новые испытания, так и, конечно же, войны фракций будем смотреть. И туго, друзья, что я вам хочу сказать. Посмотрели мы с вами карту Джеки Брикс, на мой взгляд, довольно интересная карта, но открывать ее я бы не рисковала. Еще раз там тоже Кейси. Ну, не хочу снова сидеть несколько месяцев без аккаунта, просто потому, что она у нас, игрушка у нас заглючила. Также я вам напоминаю, что параллельно мы с вами проходим сюжет Mortal Kombat XL на PS4. Там кто-то писал, что это не Mortal Kombat X, это Mortal Kombat X, или это не XL, это X. Ребят, Mortal Kombat XL это версия для PS4, поэтому не путайте, пожалуйста. Вот она также называется в PS... на PlayStation. Я же ничего вам не придумываю. Зайдите, посмотрите, что такое Mortal Kombat XL. И да, ребятки, я решила, что после первой серии у нас уже вышла вторая. Я буду стараться зачитывать титры, субтитры, потому что, ну, молчать весь ролик неинтересно, да и вчитываться. Я понимаю, что многие смотрят с мобильного устройства, и если, допустим, интернет не позволяет ставить хорошее качество, там, я стараюсь записывать в 60... в 60 кадрах, то есть 1080-60, это, по-моему, максимальная скорость интернета должна быть. Они у всех, она есть, поэтому я буду стараться зачитывать. И если кому-то это не нравится, то советую не смотреть тогда. И опять-таки напоминаю, что мастер-класс мы там не показываем. В сюжетке мне просто интересно посмотреть, есть ли шанс, что сюжетка отличается на PS4, вот эта XL-овская, от ПК-шной. Поэтому вот это заходить и бомбить, а ты играть не умеешь. Да, я не спец по Морталу, я это всегда говорила, я нигде не указывала, что я, допустим, великолепно играю или отлично разбираюсь. Мне просто нравится игра, мне нравится вселенная Mortal Kombat, и я с радостью показываю вам, что у нас, допустим, не есть интересного, какие обновы, или, в принципе, в чем у нас отличие от тех же сюжеток. Поэтому, ребятки, не забывайте, ролики будут выходить где-то примерно раз в 2-3 дня, поэтому следите за каналом, и будем смотреть как сюжетку, так и мобильные версии, потому что, как вы видите, у нас она уже доступна. В общем, я думаю, что ролик у нас затянулся как-то, он у нас был посвящен обнове, который мы еще толком даже не смогли посмотреть, я вам просто рассказала, что у нас есть, и также был посвящен новому персонажу Джеки Брикс. В общем, друзья, не забывайте ставить лайки, если хотите больше Мортала, мобильного, или сюжетного, или вообще любого Мортала. И я буду всем рада в новых роликах вас видеть. А пока что, давайте будем прощаться, удачного всем дня, хорошего настроения, до новых роликов, до новых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok